Здравствуйте! Вы смотрите тележурнал «Город для людей». Меня зовут Антон Кузнецов, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Каким будет новый мост через реку Есентай на проспекте Абая? История и современность дошкольного образования Алматы. Театр, как средство общения соседей в периферийных районах города. Погодные рекорды Алматы и два способа не запутаться в расположении улиц, названных в честь биев. До минувшего лета на проспекте Абая стоял мост через реку Есентай, который был установлен здесь еще в 1964 году. За последние 53 года здесь несколько раз меняли дорожное полотно, но капитальный ремонт начался только в этом году. Почему он идет так долго и когда закончится? Об этом сегодня в рубрике «Инфраструктура». На самом деле мост на Абая и Есентай не единственный, который ремонтируется в этом году. Всего мостов в Алматы 78. Все они были обследованы в 2016 году. По результатам обследования специалисты городского Акимата определили семь сооружений, которым ремонт требуется больше, чем остальным. Еще капремонт постов в Алмате не проводился. Гидроизоляция нарушена, видно, где оголенный бетон, трещины пошли. То есть уже опасность есть, что невозможно обрушение. Мост через Малую Алматинку на улице Елибекова один из периферийных. На сегодня он полностью демонтирован. Строители переносят коммуникации. А еще есть два моста через реку Жарбулак, два моста на улице Майлина. И один из стратегических – мост на дороге от Медео до Шимбулака. Постоянно мониторить состояние мостов. Если приходит какое-то состояние, непотребное, так скажем, то они, естественно, будут в первую очередь, конечно, ремонтироваться. Технические параметры старого моста на Абая были такие. Длина около 30 метров, ширина примерно 18. Новый мост станет шире и для автомобилистов, и для пешеходов. Раньше проезжая часть была четырехполосная, то есть две полосы было на запад и две было на восток. Сейчас на данный момент капитальный ремонт ведется под шесть полос. Плюс тротуарные дорожки для пешеходов по два с половиной метра с каждой стороны. Для удобства пешеходов в проект заложили еще одно новшество. До сих пор перейти проспект Абая на этом участке можно было либо на светофоре около центрального стадиона, либо по подземному переходу на станции метро «Театр имени Ауэзова». Теперь это можно будет сделать под мостом. То есть вот здесь вот возле нас это тоже быстроток? Нет, здесь это для пешеходов. В смысле для пешеходов? Вот в этом канале пешеходы будут ходить? Это не канал, это рамповый участок монолитный. Здесь еще будет укладываться асфальт, будет для инвалидов подъемники установлены с обоих сторон. И там тоже лестница будет, выход на ту сторону, на южную сторону. Здорово. Классно, это удобно. Постоянно здесь вот неудобно переходить проспект Абая в этом месте, а тут вот, пожалуйста. Работы по капитальному ремонту начались 26 мая. Строители специально дождались окончания учебного года, чтобы минимизировать нагрузку на транспортный поток. Однако еще целый месяц они не могли начать работы в русле. В связи с тем, что еще была большая осель и опасность, большие ожидания паводков, то есть не могли перекрыть воду в реке. Естественно, там не могли произвести работы. До 23 июня строители занимались переносом коммуникаций. Для газовой трубы сделали прокол под проспектом Абая, для телефонных кабелей под руслом реки. И только когда воду из основного русла разрешили направить в быстроток, начались основные работы по обновлению конструкции моста. У нас там укрепление дна было, вот этот пешеходный переход под мостом. То есть бетонные работы все-таки основные выполнены. Бетонирование русла реки было, полный демонтаж идет, и практически новый мост строится. Вот я вижу, там сейчас лежат швеллеры. Это те балки, которые там были в 64-м году? Да, да, да. Это металлические. Деформация металлических балок вот этих уже, коррозия, расщепление бетона, оголение рабочей арматуры на опорах. А будут вот новые, это будут? Это железобетон будет. 20 августа строители завершили возведение новых опор и были готовы к ключевому этапу работ – монтажу балок. Работы проводят ночью, так как для монтажа приходится перекрывать одну из оставшихся двух полос, по которым проходит автомобильное движение. 24-метровые железобетонные балки везут из Ковшагая. Два крана поднимают балку и плавно опускают на подферменную платформу. Половина второго ночи, 20 августа. Этот день войдет в историю. Ну уж этого моста-то точно, потому что впервые за 53 года здесь меняется перекрытие, происходит капитальный ремонт. Прямо сейчас этот мост обретает то, что делает его собственным мостом. Устанавливаются балки. Процесс очень ответственный, серьезный, все заняты работой, поэтому наблюдаем. Всего на северной половине моста устанавливаются 11 балок. После того, как балка встала на платформу, строители поправляют выпуска. Так на профессиональном жаргоне называется арматура, торчащая из бетона. Она нужна для надежного сцепления с бетонной плитой перекрытия, которая заливается поверх балок. Каждую балку в четырех местах приваривают к соседней. К трем часам ночи монтаж первых четырех балок был закончен. Открыть движение по трехполосной северной половине моста дорожники планируют к первому сентября. Останется еще южная половина, но там работы пойдут куда быстрее. Основная часть работы уже выполнена. Здесь у нас остается только демонтировать старый мост, южную часть его. Здесь же сооружение опор, крайних опор. Все, монтаж. Это у нас, говорю, месяц это займет. Уже сейчас готовятся проекты капитального ремонта мостов на будущий год. Известно, что среди них будут три моста в Наур-Узбайском районе. Алматы, конечно, не Венеция, в которой мостов более 400. Но каждый из 78 алматинских мостов необходим для комфортного передвижения по городу. Первый государственный детский сад в Алматы, по данным историков и краеведов, располагался где-то здесь, в районе нынешнего дворца республики. Открылся он в 1927 году. Спустя 90 лет в сфере дошкольного образования работает множество частных организаций, в которых государство размещает образовательный заказ. Об истории и современности дошкольного образования Казахстана и Алматы, в частности, сегодня в рубрике «Приоритеты». Несколько поколений сегодняшних алматинцев – это, конечно же, воспитанники государственных детских садов. Но начиналась история дошкольного образования города все же с частных организаций. Первые детские площадки, так они тогда назывались, открылись в городе ровно 100 лет назад. В первом методическом пособии для воспитателей обозначалась высокая цель дошкольных учреждений – воспитание благочестивых и полезных граждан страны. Сегодня обе формы собственности в дошкольном образовании не только прекрасно уживаются, но и дополняют друг друга. На сегодняшний день у нас 603 дошкольных организаций функционируют. Из них 179 государственных, 299 частных дошкольных организаций и 125 частных мини-центров. Здесь мы охватываем порядка 60 тысяч детей. В 2015 и 2016 годах в Алматы открылось более 20 государственных садиков, а частных за последние полтора года – более 230. Темпы по открытию садов рекордные для республики, но они все равно не успевают за ростом населения. Ежегодно количество детей дошкольного возраста увеличивается в среднем на 13 тысяч по городу Алматы. Поэтому, конечно, проводится очень большая работа, но перекрыть сложновато. В качестве одного из решений проблемы еще 7 лет назад была запущена программа «Балапан». Сегодня она так уже не называется, но ее суть та же – размещение государственного образовательного заказа в частных детсадах. Что такое государственный образовательный заказ? Это конкретные деньги на конкретного ребенка. В городе Алматы с 2017 года на одного ребенка в рамках государственного образовательного заказа выделяется в месяц 24 тысячи. Данные деньги распределяются на содержание детей. Это зарплата сотрудников, это коммунальные расходы. В данный момент в городе Алматы у нас 243 частных дошкольных организаций работают в рамках госзаказа. И годовая сумма финансирования этих организаций – порядка 3 миллиардов. По государственному образовательному заказу в нашем детском саду воспитывается 145 ребятишек. Довольно много. Довольно много. Мы один из самых больших детских садов, которые в нашем районе, в Турксибском, такой госзаказ выполняем. Мы к нему всегда открыты. Было время, когда здание этого садика не использовалось по назначению. Но 5 лет назад учредителю компании удалось вновь превратить его в маленькую страну детства. Когда мы держим вот так вот просто руками, то все равно у нас же бьется сердце, да, у нас работают мышцы. И картинка немножко трясется. Поэтому, когда мы ставим камеру на штатив, ничто не трясется, получается очень красиво. У штатива нет сердца. Да, это просто железяка, поэтому там все нормально. Ничего не трясется, ты прав. Кто хочет посмотреть розовую камеру, кто еще ее не видел, а остальные будут смотреть настоящую камеру. С самого начала своей деятельности этот детский сад был нацелен на партнерство с государством. Здесь признают, что основное преимущество видят не в деньгах, которые получают за каждого отдельного ребенка, а в широком охвате детей дошкольного возраста. Открыв частный детский сад, не пойдешь стучаться по всем воротам, хотите к нам в детский сад или нет. У нас была возможность, у нас была помощь государства, которые нам предоставили эту базу. Тот частный детский сад, который не участвует в этой программе, он вынужден вот так вот именно стучаться во все двери. У них есть определенные сложности с тем, что реклама и тому подобные. У нас эта необходимость немножко отпала только потому, что государство нас поддержало, дали деток. Есть ограничения в финансовой прибыли, так можно сказать. Но в любом случае мы все равно в плюсе только потому, что у нас постоянно есть клиенты, постоянно есть детки, которые хотят прийти к нам в детский сад. Ну и кто хочет стать оператором теперь? Я хочу. Ты актером хочешь стать? А я буду строителем. А, ну тоже хорошая профессия. А операторы будут приезжать к тебе на стройку и снимать, как ты строишь дома, мосты, дороги, школы, детские сады. С 10-го года в городе Алма-Ате по этой программе ушли в школу свыше 16 тысяч детей. В данный момент в рамках государственного образовательного заказа в частных детских садах у нас больше 10 тысяч детей обучаются и воспитываются. Обеспечение доступности дошкольного образования – одна из целей приоритета «Социально ориентированный город», обозначенного в программе развития Алматы 2020. Через три года планируется довести охват детей дошкольным образованием до 71%, в том числе частными учреждениями – до 37%. То есть по планам более половины дошкольников будут воспитываться в частных детсадах, в том числе в рамках государственного образовательного заказа. Смотрите далее в тележурнале «Город для людей». Театр как средство сближения соседей. Мы в силах создавать пространство вокруг себя и улучшать его сами. Самый жаркий и самый холодный – август, а также другие погодные рекорды Алматы. Максимальное количество осадков – 943 мм – выпало в 2003 году. Как не запутаться в расположении улиц, названных в честь Биев? Если ехать сверху, то очень аккуратно идет по жузам. Центр любого города, как правило, не испытывает недостатка в культурных учреждениях, а периферия ими, напротив, обделена. Героиня сегодняшней рубрики «Люди для города» не намерена мириться с таким положением дел и готова вкладывать свои силы и свое время в развитие театрального искусства в нецентральных районах Алматы. У нас был выбор между «Тастаком», «Орбитой», «Шанраком». Мы выбрали «Тастак», потому что я родилась в «Тастаке», я здесь жила большую часть своей жизни. Евгения Абкеева – хореограф, соорганизатор театра соседей в районе «Тастак». Евгения родилась и выросла в Алматы. Хореографическое образование получила в России, стажировалась в Канаде. В родной город Женя вернулась с багажом представлений о современном сценическом искусстве и с мечтой о сближении людей с помощью искусства. «Плейбэк» – это жанр социального театра. Есть зритель, который приходит на представление и рассказывает свою историю, и она тут же оживает на сцене. Мы показываем ее без какой-либо подготовки. Это полная импровизация, но также это отражает историю зрителя, мы ничего не привносим. Мы это делаем, во-первых, для того, чтобы люди общались друг с другом, для того, чтобы у них был повод, была возможность познакомиться друг с другом, услышать истории друг друга, стать таким образом немного ближе». Реализовать мечту помог грант одной из международных организаций, направленной на развитие нецентральных районов города. «Здесь неподалеку, на Гайдара Дусенова, во дворе есть сцена, которая сохранилась в советских времен. И мы, зная, что она здесь есть, планировали делать эту площадку на той сцене. Но когда уже проект был утвержден, и мы пошли в местный Акимат, нам сказали, что эта сцена в этом году утверждена на снос. Это было, конечно, большой неожиданностью. Мы понимали, что нам нужно срочно решать, либо отказываться от проекта, либо где-то искать или делать, строить площадку». «Учитесь правильно планировать пространство». В итоге Жене и ее единомышленникам удалось соорудить новую площадку на аллее по улице Дусенова. И благодаря этому строительству сплотить вокруг себя часть местных жителей. «Они красили полы лаком, покрывали вот здесь стены краской, вовлекали в это своих детей, отцы вкручивали скамейки. Это был такой очень замечательный субботник, соседский субботник. И вот по тому, сколько людей вовлеклось, мы поверили, поняли, что, в общем-то, все не зря, и, скорее всего, люди придут к нам, и им это нужно». «Расслабьтесь, расслабьтесь, улыбайтесь». Сегодня на площадке театра «Соседей» актеры городских театров регулярно проводят мастер-классы. Один день в неделю выделен для занятий с детьми. Еще один – для творческих инициатив жителей района. Можно петь песни, читать стихи, учить играть в шахматы или плести корзины. К концу сентября инициаторы проекта планируют полностью передать бразды правления площадкой местному сообществу. «Оказалось, что достаточно не стесняться и создать вот эту вот коммуникацию между людьми, и тогда очень многое пойдет вперед». «Положив руку, сказать, что я тебе верю, и ты мне тоже довезешь». Позиция «я живу в сторонке» в общем-то ничем вам не поможет. А мы в силах создавать пространство вокруг себя и улучшать его сами. Начните с себя. Дождливый июнь, очень жаркий июль, август с температурой ниже нормы. Таким запомнится минувшее лето. Синоптики уже огласили предварительный прогноз на первый месяц осени. Сентябрь будет теплее обычного и щедрым на дожди. Резкоконтинентальный климат Алматы вообще богат сюрпризами. О погодных рекордах нашего города сегодня в рубрике «Алматы в цифрах». По данным синоптиков, самый жаркий август в нашем городе перешелся на 1975 год. Известен даже день, 13 августа. Тогда температура поднялась до 40 градусов. Это при том, что нормальным для последнего месяца лета считается показатель 23, плюс-минус 6 градусов. А вот в 1932 году, 15 числа, температура в Алматы опускалась до 8 градусов по Цельсию. По данным КАЗ Гидромета, это самый низкий показатель августа. Если взглянуть на историю температурных рекордов Алматы в разрезе всего года, то самым жарким был июль 1983-го. Тогда температура в городе поднялась до максимальной рекордной отметки 43,4 градуса. Ну а самая низкая температура, когда-либо зафиксированная в Алматы, приходится на февраль 1951 года. Минус 37,7. Климат города – это не только температура, но и осадки. Если взглянуть на данные по осадкам в Алматы, то можно увидеть, что максимальные цифры приходятся на совсем недавнее прошлое. Так, максимальное количество осадков – 943 мм – выпало в 2003 году. На тот же год, кстати, приходится и самый дождливый август. 54 мм – это почти в два раза больше месячной нормы. Ну а вообще, август и сентябрь – это два самых сухих месяца в Алматы. 30 мм осадков в августе и 27 мм в сентябре – это климатическая норма. Хотя бывает и такое, что в эти месяцы с неба не падает вообще ни капли дождя. Так было, например, в августе 1919-го и спустя три года в сентябре 1922-го года. Улица Зинкова – одна из небольших и спокойных улиц Алматы, относящаяся к тому же к историческому центру города. На углу Зинкова Толиби мы встречаемся с гостей сегодняшней рубрики «Пешком». Это журналист, редактор и коренная алматинка Гульнар Танкаева. Мы в этом районе, потому что я здесь живу. То есть не потому, что мне было лень куда-то ехать и все остальное, но на самом деле, в принципе, наверное, последние 15 лет, ну и до этого в детстве, скажем, все было связано именно с этим районом. Здесь есть как и совершенно современные дома, вот они, да, так и вот совсем древние, которые, конечно, хорошо бы что-нибудь с ними сделать. Что, например? Снести, перестроить? Нет, отремонтировать, я думаю, все-таки. Ну да, все-таки улица такая, относящаяся к историческому центру, насколько я понимаю. Да, да. И как бы это не совсем древний, конечно, памятник архитектуры, но тем не менее. Ну вот похожий дом, ну, конечно, не такой, стоит по Багенбай-Батыра, на нем висит табличка, что там во время войны жили работники Центральной объединенной киностудии, ЦОКС. Он назывался, как-то сейчас скажу, лауреатник. Потому что там жили сплошняком лауреаты государственной сталинской премии, то есть там Эйзенштейн, там и так далее, и тому подобное. Противосилен, да. В Кин, да, там все на свете, да. Вот. Его очень красиво отремонтировали, очень красиво. Мы сейчас мимо вот, собственно, вот этого дома проходим. Да, 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 да. Это вот там, где жили киношники. Вот, ну вот он так красиво отреставрирован. Но мне кажется, в этом тоже что-то есть, да? Какая-то мысль, можно отдать там, я не знаю, людям со вкусом эти дома, и пусть они их ремонтируют. Да. Собственно. Белестно, кто вот будет определять вот эту меру вкуса, потому что то, что на вкус одного нормального и красивого, на вкус другого, и вот эта вкусовщина, да, вот как бы вот от нее избавиться. Ну, есть такое. Ну, смотри, вот они и так ухаживают. То есть здесь цветочки, все на свете. Насколько этот район вас устраивает в плане, там, доступности всего, что необходимо? Здесь есть все. Вообще абсолютно все. Причем вот так интересно. Даже, например, если я не знала, что здесь есть, и начинаю искать там, ну, предположим, банкомат определенного банка. Он находится через дорогу. То есть вот я не знаю как, но я думаю, что вот такие старые, как вот намоленные, да, районы, в них, правда, есть все. То есть, причем на выбор. То есть там три химчистки, я не знаю. Ну, да, я тоже обратил внимание, когда мы ехали там химчистка, тут химчистка. Да, там, я не знаю. Что загрязнули тут живут? Пять обменных пунктов, там, я не знаю, да, куча маленьких магазинчиков. И, в принципе, он такой спокойный, да, несмотря на то, что, казалось бы, две такие большие улицы рядом, Толиби... Он был совсем спокойный, пока Толиби не пробили туда. А, да, раньше же Толиби, она как раз, по-моему, в Зинково и упиралась, да? Ну, она там чуть-чуть, она дальше шла, там, до Абдулиных, по-моему. Да, еще мне здесь очень нравится название. Улицы? Да, потому что они такие, вот туда, если идти. Ту-шпору. Да, потому что там Гакука и Эрбекова, братьев Абдулиных. То есть, ну, вот мне как-то приятно. Гораздо приятнее, чем жить на улицах каких-то, там, я не знаю, партийных руководителей. Багинбай-Батыр. Тут Батыры с этой стороны, с той стороны Бии. Да, да, Багинбай-Батыр, Карасай-Батыр, Кабанбай-Батыр, Толиби, Казабик-Би, Этики-Би. Вот с Батырами я вот как-то еще запоминаю в такой последовательности. Вот туда вниз, как-то вот периодически путаю, какая из них Казабик-Би, какая Айтики-Би. Есть ли какая-то система? Поделитесь. Это надо было учить историю казахскую, да? Если ехать сверху, то очень аккуратно идет по жузам. То есть, то ли Би старший жуз, дальше идет Казабик-Би средний жуз, и Айтики-Би младший жуз. Совершенно нормально. Ну, с точки зрения алфавита, если смотреть, то тоже, в общем-то, в алфавитном порядке. Если сверху вниз, то в нормальном А, К, Т. А если вниз, то тогда в обратном. Сначала Т, то ли Би, Казабик-Би, Айтики-Би. Ну, вот, можно так запоминать. Но еще лучше, конечно, ориентироваться на тот способ, который назвала Гуна. Ну, если он, конечно, не сильно тройболистский, а так очень нормально. Ну, главное же, что это просто способ запомнить улицу, такая мнимо-схема. Гунар, спасибо за прогулку. Было очень приятно. Узнал много нового об этом районе. Ну, в принципе, я знал, конечно, что там есть дом, где жили вот эти товарищи, все режиссеры. Но вот так вот, чтобы прям мне показали на эти таблички, такого, да, такого не было. Так что спасибо. Классный район. Вам спасибо. Рад был повидать. Приходи еще. Спасибо за экскурсию такую небольшую по вашему родному и любимому району. Спасибо. Всего доброго. Уютный, приятный во всех отношениях район. Здесь чувствуется связь с историей города и в то же время налицо те изменения, которые делают его еще более комфортным. И в этой связи, думаю, можно считать этот район такой Алматы в миниатюре. Вы смотрели тележурнал «Город для людей». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»